Можно сказать, скрытие музыкального искусства. Потому что концертмейстер, это вот тот, кто в тени, кто в рояле, а он ведь самый главный. Знаете, как всегда бывает, все, что главное, все скрыто. Вот солнце светит, тучи его закрыли, а если оно погаснет, то конец сны. А оно скрыто, мы его не видим. Вот сегодня и во многие другие дни, то, что скрыто на земле, в земле есть ядро, оно дает тепло. Если бы оно ему не давало, мы бы с вами жить не могли, потому что земля бы не могла плодоносить, ничего бы на ней не вырастало. А оно скрыто, мы не знаем, почему тут все-таки что-то возможно, какая-то жизнь. Вот так и концертмейстер, он как солнце и как ядро земли, его не видно, его часто закрывают тучи, он часто где-то находится в глубине. Но на самом деле это главный человек, на него полагается солист. Сами знаете, что такое, если концертмейстер как-то не очень нравится, не очень как-то контакт налажен, вот уже сразу скисаешь и играть не охота. Концертмейстер готовит всех певцов. Если бы не было концертмейстера, закрыли бы Большой театр, Мариинку, Метрополитен, Ковингарден и вообще все, все перестали бы петь и танцевать сразу. Потому что концертмейстер работает с балетом, он работает с певцами, и все мы знаем, кто на самом деле занимается с вокалистами. С ними занимается концертмейстер. Потому что преподаватель все время прогуливает. Есть такая история. Педагоги, они очень важные, они именитые, они занятые, они не приходят на занятия, приходят концертмейстеры, все делают. То же самое в школе, то же самое в училище. На нем просто все виснут на этом самом концертмейстере. При этом это самый большой идеалист, потому что он работает из любви к искусству. Зарплата у него маленькая, он вносится из одного места в другое, в десяти местах аккомпанирует, везде преподает на самом деле, везде являются опорой, фундаментом, самым главным человеком. И мы с вами сегодня пришли отдать должное этим великим женщинам, иногда мужчинам, которые, сидя за роялем, как атланты держат на своих плечах все музыкальное искусство. По этой причине мы с вами с замиранием сердца должны сидеть и слушать. Иногда нам будет казаться что-то затянутое, иногда нам будет казаться скучно. Всегда так бывает, искусство не рассчитано на сплошной экстаз. Те, кто этого не знают, как правило, разочаровываются и уходят первыми. Но мы с вами все знаем, поэтому в экстазе мы будем только некогда...